Барная стойка стала настоящей сценой в Театре кукол, а в музее Сурикова представили картины в необычных графических техниках. Алевтина Сасова составила для вас афишу ярких и интересных мероприятий, чтобы вы не скучно провели выходные. У нее подробности. Мы в кафе Театра кукол, но главное здесь не кофе и пирожные, а искусство. Это не просто буфетная стойка, а самая настоящая сцена, а эти столики и мягкие диванчики – зрительный зал. И прямо за баром артисты и их куклы расскажут о самых ярких событиях советской эпохи. Будто за руку проведут зрителя по целым десятилетиям, познакомят их с Брежневым, Хрущевым и Любовью Орловой. Этот спектакль – признание в любви к раю, где родились и жили, говорит его режиссер. Не ходи за куколе, ой, носите куколе. Зритель видит работу актера с куклой и видит актера. Зрителю они даже говорят, что мы на кукол смотрим, потом на вас, а вы как бы единое целое. А всех зрителей на столиках будут ждать вкусные презенты. Этот спектакль – часть праздничных показов, ведь уже в октябре Театру кукол исполнится 85 лет. Цвета так соприкоснулись друг с другом, что они остались самодостаточными. Тонкие, но точные работы с акварелью Валерия Кудринского. И еще картины больше 20 художников. Пастелью, карандашом, в технике афорт, литография или на гравюра. Не знаете, что это? Тогда точно стоит прийти. Тем более, что все работы написаны творцами нашего края. По тому, что представлено в данном случае на экспозиции, в принципе, мы можем и говорить, как искусство в Красноярском крае развивалось. С этой точки зрения коллекция, конечно, уникальна. Выставка открылась сегодня и будет идти месяц. Все работы здесь – часть фонда арт-галереи Романовых. Сейчас это просто кусок пластичной глины. Держала такую в руках, наверное, всего один раз. Но даже я со своими небольшими навыками уже через пару часов могу сделать вот такую вот сахарницу в виде тыквы или тарелку в виде кленового листа. Согласитесь, под осенний сезон это особенно атмосферно. А еще своими руками можно сделать необычные супницы, кружки и даже подсвечник в форме зловещей тыквы Джека к Хэллоуину. А получится еще бы, обещают мастерам, даже если последним, что вылепили, был пингвинчик в детском саду. Помимо того, что мы хотим именно научить человека, мы хотим просто показать про то, что каждый человек может быть создателем. И даже если того, что мало опыта, всему сможем научить, обучить и показать, как сделать. Осенние мастер-классы запустили в гончарной школе «Колокол». Обязательно предварительная запись. Так хочется пожить по-человечески и поработать. Свои последние слова Анатолий Попанов говорит, будто не в камеру, а прямо зрителю. Культовый фильм, где он сыграл свою последнюю роль «Холодное лето 53-го», покажут в Доме кино. Эта жесткая драма о цене человеческого достоинства стала одним из важных фильмов «Перестройки», которая подняла некогда табуированную тему справедливости сталинских репрессий. И почему даже во время оттепели политзаключенные оставались в неволе? За билет платить не нужно, показ бесплатный. Он – часть фестиваля советского кино «Молодежь была другая». Об остальных показах можно узнать на сайте Дома кино.